Конечно. Что бегущие на реставище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Именно так. Вера без дела мертва. Это настолько противоречит тому, что мы спасаемся верою, что Мартин Лютер послание Якова вообще выбросил из Нового Завета. Вот такие сведения есть. Все, что мы делаем, делать должны по полной программе. На сто процентов отдавая себя усилиям, а не сонным. Приучи вставать раньше. А дальше? Дальше делай так, как Господь тебе покажет. Что самое ценное для Бога? Это жизнь, святость, заповеди Его святые. То есть заповеди Его, говорит, не тяжкие. Кротость, смирение. И заповеди исполняй. Благодаряще за все Бога. Мы ходим на ногах. А Сергей, брат наш, Козлов, лежал. Да не просто лежал, а у него все выкачивать надо было из него. И это не день, не два, а семнадцать лет. А там были такие, где мы считаем, сколько лет он... Сколько ты, говорит, пролежал? И называют там десятки лет. И никого нету. А нет, кого бы меня опустил. Так что научиться надо смиренно все принимать, что Бог дает. Вот и больше там ничего и нету в этих стихах. По ним вообще вопросов нету. Подвязайся, трудись на полную мощность. То есть побуждать тебя надо. Обязательно. Прилагающие усилия, трудящиеся, выражая свою веру в делах. Конкретно и четко. Ну все, заходи. Давай. У меня еще один вопрос. Можно задать вопрос? Давай, быстро. У меня вот сестра есть. Она говорит, что она ясновидящая. Я говорю, Света, тебе надо покаяться перед Богом. Говорит, сходить на исповедь. Этот. Исповедоваться, причаститься. Попросить у Бога прощения, что ты вот так вот говоришь. Я, говорит, я не могу, говорит. Потому что, говорит, там иконы, я только, говорит, признаю только Иисуса Христа и Божьей Матери. А остальных святых я, мол, типа их не признаю. Вот ты мне, говорит, поговори, говорит, со своими священниками. Что они тебе, говорит, скажут? И тогда ты мне скажешь, что мне делать дальше. Ну что она не признает? В чем это выражается? Пусть не признает только делов. То дальше-то что? Ну то, что она в церковь, говорит, я в церковь не могу, говорит, ходить. Это самое, зачем я буду этому Пантелеймону молиться? Или там Матрону, или еще там кто-то вот, ну вот эти вот церкви. А этого никто не заставляет. Она пускай не выдумывает. Никто не заставляет. Я Матроне не молюсь. И что из этого? Ну, нет, ничего. Ну просто в церковь-то все равно нужно ходить. Ну, конечно, никакое отношение. Она причины выставляет. Причина в грехе. Она не признает. То есть они святые, а я их не признаю. Мне это, пользы никакой от этого нет. То есть они мои друзья. Я им молюсь каждый день и надеюсь на их помощь, ходатайство. Что в этом плохого? А что это так? Что это так, как говорится, что приступили к духам праведников, достигшим совершенства, послание евреям 12 глава. Ну и все. Значит, мы приступили. Они знают, что делается на земле. 6-9 апокалипсис. Так, все. Спасибо, Христос. Выведите ее на меня. Мы с ней побеседуем. Хорошо. Спасибо, Христос. С Богом.